Всем доброго времени суток! Вы на канале Вязание Не Только. Меня зовут Алена. Посмотрите, я хочу показать вам, какую сегодня посылочку, в кавычках посылочку, я получила. Почему посылочку? Посылка мне это пришла... Нет, девочки, это не посылка. Это просто самое натуральное посылище. Посмотрите, какой огромный картон. Вы видите, вот такая большая коробка. Прислала мне эту посылку Ирина Сорокина. Ирина живет в Америке, так что посылка мне это пришла аж из Америки. Видите, летела через океан и прилетела. Очень, конечно, волнительно, очень трогательно, приятно, неожиданно. Это неожиданный сюрприз. Я не знала, что я получу посылку. В самый последний момент уже узнала, когда надо было ее забирать. Поэтому я, конечно, вся на эмоциях. Ирина моя подписчица. Мы также общаемся на сайте Одноклассники. Мы переписываемся. Ирина всегда пишет мне комментарии и под моими видео, и под моими фотографиями в Одноклассниках. И вот она присылает мне письмо и пишет. Алена, иди на почту. Я уже все посмотрела. Посылочка тебя ждет. Хотелось тебя порадовать. Вот в преддверии Нового года и Рождества. Видите, я поставила вот такие фигурки и вот такие украшения. Ну, я иду на почту и получаю посылочку. И мне выносят вот этот вот, видите, вот такую вот коробку, вот этот большой картон. То есть это не посылочка, Ирина. Это посылище. Девочки, конечно же, очень много радости. Я сейчас открою эту посылку и вместе с вами мы посмотрим, что же прислала мне Ирина. Здесь очень много чего-то всего. Поэтому, вы знаете, посылка-то в кадр все равно никак не поместится. Все-таки, наверное, я ее отодвину в сторонку и буду вот сюда выкладывать на стол и вам все показывать. И сама все смотреть. Так, итак, сначала это конфеты. Конфеты вот такие шоколадные. И, видите, это с орехом внутри. Вот такая вот большая коробка. Теперь посмотрите, что еще здесь лежит. Вот такой красивый, вот такой нежный, мягкий поросенок. Это символ 2019 года. Мы все знаем, что наступает год свиньи по китайскому гороскопу. И вот Ирина мне выслала вот такой талисман 2019 года. Посмотрите. А, еще и хвостик вот какой. Гляньте. А, он вот, он еще и тянется. Прелесть, прелесть. Будет мне помощник в вязании, да? Вот будет мне помогать. В 2019 году будет мне помогать. Так, теперь здесь еще вот такие спицы. Это спицы размером номер 3, 75 миллиметров. Они с леской. Так, сейчас они... А, вот здесь можно открыть. Сейчас, секундочку. Вот я сейчас покажу поближе. Посмотрите, девочки. Вот такие спицы. Вот такой у них остренький носик. И леска. А, леска вот я, вот здесь вот написано 73,5 сантиметра. Вот такая длина, да? Ну, вы знаете, вот хочу сказать. Вот номера 3, 75 у меня нету. У меня есть номер 3, у меня есть номер 3,5, у меня есть номер 4. Но вот именно такого четвертного размера у меня в спицах нет. На 3,75 мне будет очень интересно попробовать. Спасибо большое, Ирина. Очень приятно. Я обязательно, конечно же, попробую вязать этими спицами. Так, идем дальше, девочки. Что еще в посылочке? Вот такой интересный пакетик. И что же в нем? Ой, как интересно. Смотрите, как здорово. Это рыбки. Гляньте, какие красивые рыбки. Я так понимаю, это... Это как браслет на руку. Ирина, я не знаю, напишите мне, пожалуйста. Ну, в любом случае, это рыбы, это точно. И здесь написано керамик. Я так понимаю, что они сделаны из керамики. Я по гороскопу рыба, и вот мне еще один талисман Ирина прислала. Такие нежные рыбки. Смотрите, как они красиво сделаны. Посмотрите, маленькая рыбка вот такая, да? И вот так с двух сторон. Здорово, какая прелесть. Так, а что еще? А здесь еще котики. Ой, какие классненькие. Гляньте. Котики. А, бармотики. Смотрите, всех цветов. Вот фиолетовый. Вот такие классные котятки. Это тоже написано. А, здесь написано глаз. То есть это стекло. Это вот керамика была. Вот эта керамика. А это стеклянные котики. Ой, какая прелесть. Какое чудо. Я такого девочки еще никогда не видела. Такие маленькие фигурки. Прелесть какая. Здорово. Посмотрите, как интересно. Посмотрите. Ну, мне Ирина, конечно же, напишет, что я подозреваю, что это что-то браслет. Ну, наверное, это украшение. Вот на руку. Так, я это отложу в сторону. Ой, ну прелесть вообще. Девчонки, гляньте. Прям не могу налюбоваться. И ушки еще. И здесь вот такая вот капелька на ушках. Ну, надо же, чудо. И усы еще и нарисованы. Вот такие котики. Классно. Как. Идем дальше. Ой, сколько пряжи, девочки. Девочки, девочки. Это пряжа, пряжа, пряжа. Посмотрите, какого красивого цвета, благородного такого, да, такого вот сероболотного цвета. В общем, так. Ну, что я хочу сказать. Вижу, что написано бамбу. Значит, наверное, в составе бамбук. Написано вот так написано. Пожалуйста, читаем, девочки. Теперь читаем. Нет, нету ничего. Ни на английском, ни на немецком. Ну, единственное вот обозначение. Здесь вот написано, что можно гладить, вот стирать и все остальное. Но состав не указан. Нет, точнее, он указан. Он указан, извините. Я просто не могу прочитать его. Ну, ниточка очень-очень мягкая, с легким блеском. Ну, и раз здесь написано бамбу, и вот здесь листочки бамбука, то я думаю, что в составе бамбук. И таких моточков у меня. Посмотрите, девочки. Так, поросеночка в сторонку. Два. Посмотрите. Четыре. Шесть. Это еще не все, девочки. Восемь. Представляете? Восемь моточков вот таких. А, кстати, что здесь по метражу? По метражу тоже ничего не скажу. Вот, даже прям стих получился, девчонки. Ну, я уверена, Ирина мне напишет. Здесь единственное, вот я вижу, что 50 грамм. Стандартный моточек 50 граммовый, а вот длину я не могу сказать вам. Извините. Значит, таких у меня 8 моточков. Девочки, но это еще не все, это только начало. Это такая посылка, что я даже вам передать не могу, что это за посылка. Я уже смотрю, я уже вижу, что это вся посылка с пряжей, девчонки. Боже мой, сколько пряжи, какая пряжа. Так, давайте вместе будем все смотреть. Точно такие же моточки, но это другой цвет. Вот, как вы видите, ярко-ярко розовая такая, очень красивая пряжа. Это то же самое, ну, то же самое написано. Вот, все-все то же самое, тоже 50 грамм. Все так же абсолютно, только другой цвет. Вот так вот. И ниточка, она вот прям нежненькая, тоненькая. Если вязать на спицах, ну, я бы взяла, для такой ниточки можно вязать даже на спицах номер 2. Ну, девочки, вот, если в одну нить, если в одну нить, то можно вязать на спицах номер 2. По толщине вот приблизительно такая ниточка, чтобы вы вот поняли, да. И таких моточков Ирина мне прислала. 2, 4, 6 и 8. И таких моточков 8. Так, я думаю, что придется здесь подвинуться и коробочке, и поросенку, потому что пряжи очень много, девочки. Вот, реально, просто очень много пряжи, очень. Ирина, иди, Критален, получи посылочку на почту. Это не посылочка, девчонки. Так, смотрите, какая еще пряжа. Здесь упаковка вот такой пряжи, посмотрите. Упаковка это 5-10 мотков. Сейчас я вот, подождите, достану, чтобы вам уже показать. Какая пряжа, девочки, она шнурочком. Ой, какая прелесть. Смотрите, шнурочек. Сейчас покажу близко, будет видно. Вот, видите, вот. Шнурочек такой, да? Вот, 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 вот сейчас хорошо видно. Посмотрите, пожалуйста, девочки. Это шнурочек. Цвет, вы знаете, такой, как сказать, красного вина такого, молодого красного вина. Вот смотрите, отличается, да? Вот это видно, что это прям такой пинг, да? Ярко-ярко-розовый. А это, видите, вот он такой вот бордовый, светло-бордовый, нежно-бордовый. Ну, вот, как молодое красное вино. Очень мягкая пряжа. Легкие клубочки. Так, здесь, вот, посмотрите, пожалуйста. Вот так называется пряжа. Вот здесь, посмотрите, это состав. 55% мереносовая шерсть, 35% микрофибра и 10% кашемир. Поэтому она такая мягкая, девочки, кашемир. Вот я буду пробовать. Никогда не пробовала вязать из такой пряжи. Вот, посмотрите, дальше обозначение. Так, и колор, кому интересно, колор. А, вот, вот, посмотрите, девочки, колор, это номер 18. Вот еще раз показываю. Вот такая пряжа. Никогда не пробовала вообще. Это чудесные клубочки. Это чудесные моточки. Девочки, даже не знаю, как передать. И такую мягкую пряжу я не держала в руках. Вот она настолько мягкая, воздушная. И в то же время она такая вот, как бы, пухленькая, да, пушистенькая такая. Но это вообще, это красота. Буду обязательно из этой пряжи вязать. Мне очень, очень хочется попробовать. Как я уже сказала, таких моточков Ирина мне прислала 10. Это посылочка. Это маленькая посылочка. Девочки, продолжаем дальше. Мой любимый хлопок, я так понимаю. И здесь о Ice Yarn. Я фирму такую видела. Она мне знакома. Но я никогда ее не покупала и не вязала из нее. Давайте посмотрим. Вот так выглядит моточек. Вот так называется. Вот здесь вся информация. Я так понимаю, сайт, на котором можно сделать заказ. Вот здесь написано Turcay. То есть это производство Турции, турецкая фирма. Катон, то есть хлопок. И что здесь, какие здесь обозначения. А, так, извиняюсь. Да, это стопроцентный хлопок в 50 граммах 169 метров. И рекомендуемые спицы 3 миллиметра. Ну, вы знаете, я бы из этой пряжи, вот здесь крючок не обозначен, только спицы. Но я бы из этой пряжи связала бы что-то крючком. Вот, мне уже хочется что-то связать крючком интересное. Может быть, что-то мотивами, может быть, что-то интересным узором. Таких моточков Ирина мне прислала 6 штук. Посмотрите, девочки, сколько... Это еще не все. Боже мой, Ирина. Сколько пряжи, девочки. Посмотрите, еще одна упаковка. Посмотрите. Это такой цвет. Я просто влюблена в такой цвет. Я люблю такой вот синий. Королевско-синий, я не знаю, благородно. Вот такой темно-синий цвет. Мне очень-очень нравится. Здесь все те же самые обозначения. Это тоже хлопок. Но я, к сожалению, не могу вам сказать цвет пряжи. Здесь вот не написано. Только единственное, вот написано Альмина Катон. Ну, это очень-очень красивая, нежная-нежная ниточка, такая мягкая-мягкая. Девочки, даже я бы сказала, что она немножко такая вот прям гладкая-гладкая такая. Вот не типичный хлопок, да? Как вот многие говорят, хлопок он жесткий такой. Нет, это совершенно другой хлопок. Это очень-очень мягкий хлопок. И таких моточков у меня тоже шесть. Я уже не буду шуршать. Уже буду вот так вот просто сюда раскладывать. Так, идем дальше. Это еще не все, девочки. Я же сказала, это посылочка, как Ира сказала. Маленькая посылочка. Посмотрите, вот в таких шикарных моточках вот такая ниточка, пушистая, мягенькая. Ну, вот вы видите обозначение, да? Вот название пряжи. И вот здесь вот все данные. Вот, пожалуйста, и колор, и все здесь указано. Это вот такая вот пряжа. Посмотрите, она окрашена секциями. И здесь цвета, вот сейчас, если убрать немножечко, вот так вот этикетку. Посмотрите, вот так. От нежно-голубого с бирюзовым, синим, коричневый, кофейный, темно-коричневый, бежевый, светло-бежевый. Светло-светло-светло-светло-серый. Потом голубой, снова бежевый, кофейный, и вот там где-то заканчивается ниточка. Вот такие интересные переходы. И таких моточков Ирина мне прислала. Один, второй и третий. Я вот прям сюда вот так вот все и буду раскладывать, девочки. Это еще не все. Это еще не все. Еще два очень больших вот таких вот мотка. Сейчас я покажу вам. Посмотрите, пожалуйста. Вот прям огромный это моток бежевого цвета. Вот я показываю, одну минутку. Я показываю вам сейчас в камеру, вот как называется эта пряжа. Кому интересно все, пожалуйста. Вот, пожалуйста, здесь обозначение. Вот здесь все рекомендации. Стопроцентный акрил. Здесь обозначение 350 грамм здесь в этом мотке. Но вы знаете, несмотря на то, что это акрил, это очень-очень нежно. То есть, видите, здесь написано Baby Sport. То есть, это специальный, видимо, мягкий такой, супер мягкий акрил. Даже подходит для вязания детских вещей. Видите, вот здесь, например, на креслице вот так красиво. Детский пледик и плюшевые игрушки. И такой моток у меня, вот один бежевый, а второй моток у меня вот такой черный. А, ну это немножко другая пряжа. Смотрите, здесь вот что написано. Это другая пряжа. Здесь можно вот, ну, на образце как бы, да, для примера можно связать вот такой вот легкий пуловер, легкую кофточку крючком, я так понимаю, это крючком. Ну, и вот здесь все обозначения. Вот, 454 грамма, 932 метра. Ну, тут я уж быстро прочла, конечно же. 100% премиум акрил. И здесь все рекомендации идут дальше. Вот я вам показываю, девочки, пожалуйста, можете читать, смотреть. Вот, вот так вот все здесь указано на пряже. Очень тоже мягкая. Да, такая даже, вы знаете, такая как бы пушистенькая такое складывается впечатление, да, вот пушистая. Но очень, очень большой моток. Посмотрите, это вот прям такие огромные мотки. Вот, и у меня их два. Вот, бежевый и черный. Вот, это еще тоже не все. А, так, еще в подарок вот такая вот корона на Новый год. Вот, посмотрите, девочки, с вот такими оленями рожками. И здесь еще вот какой-то вот такой цветочек интересный. А вот это похоже на резинку для волос. Вот такая интересная корона блестящая. Так, что еще? Это еще не все. Посмотрите, девочки, какая красота. Ух ты, прелесть какая. Так, это я понимаю. А что это такое? Так, одну минутку встала. Я достала из упаковки. И это... Это такие клейкие такие. Я не знаю, что это, честно. Или это клеится на подарок, как цветочек. Потому что здесь клейкая основа. Но это сделано из шнурочка. Посмотрите, это вот как будто сплетено. Цветочек сплетен. Это розочка с бутоном, я так понимаю. Сплетено из шнурочка. И это вот на клейкой основе. Вот, посмотрите. Да, с этой стороны. И у меня вот такая одна упаковка. И еще одна вот такая упаковочка. Смотрите. Ну, я так понимаю, что это, наверное, на подарки можно клеить. На коробочке. Я не знаю. Я так думаю. Две такие коробочки. И вот такая, смотрите, девочки, аппликация. Ух ты, как здорово. Вот такая красивая аппликация. Посмотрите. Она, кстати, смотрите, девочки, она по цвету подходит вот к этой пряже. Посмотрите, да, если что-то связать и потом сделать аппликацию на связанные вещи, да, как здорово. Можно вот так украсить. Очень-очень гармонирует. Очень красиво. Посмотрите, какой цветок, как выполнено все, да. И вот такая веточка. Прелесть. Просто прелесть. Вообще все. Девочки, у меня нет слов. Столько пряжи. Вот этот весь пакет, который я в самом начале вам показала. Это все пряжа. Девочки, это все пряжа. Представляете себе? Это я не знаю. Ирина, это вы... Я прям не могу. Я не могу отойти. Вы знаете, девчонки. Алена, получи посылочку. Разве что это посылочка? Столько пряжи, девочки. Посмотрите, сколько подарков. Какой разной пряжи. Я никогда из такой пряжи не вязала. Ни из одного этого артикула, который я сейчас вам показала, я не вязала. Буду, конечно же, все пробовать, Ирина. Спасибо вам огромное. Вы меня так одарили. Я просто, честно говоря, не знаю, девочки, за что мне столько внимания. Конечно, очень приятно. Я не спорю. Конечно, приятно же получать подарки, правда? Не только детям, но и взрослым. Всем, я думаю, всем абсолютно без исключения приятно получать подарки. Тем более, когда, вы знаете, подарки связаны именно с нашим творчеством. Это вот такая замечательная пряжа, которую можно попробовать, которую еще никогда не пробовал. Естественно, есть пряжа, которая для крючка только, для каких-то там больших изделий, для вязания мотивов. Так же, как и шерсть или акрил. Тоже можно вязать разные вещи из разной пряжи. Я думаю, что если хорошо подумать, то можно из любой пряжи, но если сделать не шедевр, то связать достойную вещь. И поэтому я благодарю, я даже не знаю, даже, наверное, благодарю, это как-то так вот сухо сказано. Я не знаю, Ирина, огромное-огромное спасибо. Я не знаю, тысяча спасибо. Вы прислали мне такую пряжу, которую я даже в руках не держала. Мне будет очень интересно попробовать. Я благодарю вас от всей души за этот подарок. Для меня это абсолютно неожиданно было, совершенно неожиданно. И сказать, что я в восторге, это просто ничего не сказать. Я не просто в восторге, я в какой-то степени даже в шоке, девчонки. Реально, сейчас наступает пора чудес, вот таких вот неожиданных сюрпризов. И у меня начался этот сезон с получением Анюткиной посылки. Потом Вика прислала. Я ещё от этих двух посылок не отошла. И теперь Ирина мне прислала ещё вот такую огромную посылку. Ирина, спасибо, спасибо вам огромное. Ирина, я очень вам благодарна за то, что вы уделили столько внимания мне, столько времени за то, что вы уделили столько внимания моей скромной персоне, за то, что вы с таким вниманием собрали мне всю эту посылку. Вы учли все мои предпочтения, мой вкус. То есть, ну, вы всё продумали, вот, можно сказать, до мелочей, да, и сделали мне такой замечательный, такой огромный, огромный сюрприз. Я ещё очень долго, девочки, я признаюсь, ещё очень долго буду перебирать все эти моточки. Я извиняюсь за свои эмоции, но я думаю, что это чисто человеческие чувства, о которых не стоит стесняться. Это радость, это всё вместе, это такая неожиданность, это чудо, это что-то такое, знаете, очень-очень доброе. Именно то, что мы получаем к празднику, какие-то сюрпризы. И вот мне тоже пришёл сюрприз из Америки. Большое спасибо, Ирина. А вас, мои дорогие подписчики, я хочу поблагодарить за внимание. Ещё мне Ирина прислала вот такое небольшое письмо, но это я уже прочту, конечно же, сама. Ещё раз благодарю всех от всей души за внимание. Благодарю вас, что вы разделили радость вместе со мной. Благодарю, что порадовались вместе со мной за такой чудесный подарок, который мне прислала Ирина. На этом своё видео я хочу закончить. Желаю вам всем прекрасного дня, отличного настроения, побольше чудес и замечательных, прекрасных сюрпризов в вашей жизни. Всего самого-самого наилучшего вам и вашим семьям. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok